зеленокожие в куроне сигмара на них нет приветствую вас друзья с вами вера зато есть наш темный эльф который в данном случае все-таки командует конечно эльфийка темная войсками аэрокарта и зеленокожие будет взрыв мы бы даже закрытыми глазами могли выбрать эту битву вот так максимум подсматривая куда этот взрыв направить в остальном здесь сейчас мы опасаемся только черных орков черный черный орк черной черной ночью взял свой черный причерный топор и повыбивал свои черные черные зубы так но не об этом сейчас в прошлый раз бежали кабанчики исключительно на этот фланг давайте попробуем оставить тем не менее таким вот образом отряды тут кто у нас четкие пацанчики ты черные орки и четкие пацанчики а здесь исключительно черные орки да но раз здесь черных орков больше черные орки тоже важны в мире вархаммер для зеленокожих я сказал бы они играют даже первостепенную тут роль давя на всех и на вся так причем в буквальном смысле они могут дата сесть раздавить какую-нибудь мелкую гоблу так что все как есть ничего не утаили ты 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 копейщиков так и быть оставим внизу сейчас хоть и щиты нам могут пригодиться но это такой деликатный вопрос у них все есть еще кабанчики чуть-чуть за свет оставим чтоб арбалетчики но вдруг могли помочь вдруг чё почем и останется только вопросы кем активировать вот эти вышки а кем-то нужно их активировать тут вот здесь мы ладно сейчас арбалетчиками задействуем эту вышку эту вышку мы уже задействовали а подожди тебя 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 отлично забыл про тебя шкачка великолепно все просто умопомрачительно правда артиллерия будет по вам бить я бы еще сильнее растянул вот так есть возможность максимум еще парочку пикселей добавить к сожалению только так ну а артиллерию скорее всего будем бомбить уже гарпиями им другого применения нет здесь вновь вспоминая про взрыв ничего подобного мы не видим но пока стрелки разворачиваются действительно кстати вышки 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 переключитесь пожалуйста пока действительно кавалерием чип на тот фланг так один отряд вылетай второй тоже сейчас лучников перехватить ох свинтус и встретились два одиночества но очень больно кстати гарпиум было в данном случае все таки заходим сбоку делаем маневр не напрямую приказываем атаковать ни в коем случае пока еще напрямую не бьем а вот теперь можно и наша дружная стайка займется не факт что разобьет но как минимум займет их работы сейчас так а ну-ка на взлет на взлет на взлет на взлет на взлет тут свинтусы возвращаются ждать ждать черни хорков убивать моя твоя черный орк не понимать так ты естественно по черным орком стреляй это самый опасный зато кавалерию смотрите как идеально один отряд гарпи идеально использует тупость ну что поделаешь руки-друки-друки хотя они уже отстреляются пока вы долетитесь сидите здесь тут сейчас артиллерия в любом случае снова готовится а нет нет я думала они подбирают орудия я думал они подбирают но ветерочек этот очень слабенький такой чисто символические тени хотя ну-ка надо будет попробовать на паузе рассмотреть что-нибудь интересное я эти тени еще не рассматривал а ну-ка подожди 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 и цепляй этого цепляй этого здесь нас окружили уже вполне так то прилично гарпи возвращайтесь но на этом фланге пока все выглядит я даже сказал безоблачно вражеский полководец тоже вот-вот будет слит у нас вот здесь небольшая группировочка ночных гоблинцев хотя копейщиков можно было завести на стену копейщиков можно было завести и давным-давно это сделать а ну-ка просто фиолетовый свет в окошке но мало ли вдруг знаете как в области линии колец то можно увидеть силуэту бегущих войну было бы забавно но нет к сожалению ну и все мы выиграли так что наши справились и без сигмара всяких руби 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 полководца можете отпустить он достаточно пострадал и нового пусть не нанимают темные эльфы исхажаются против темных темных орков все и побеждают на то они так у него кстати некоторые отряды он вполне прилично так выжили вполне приличненько хотя по потерям ну мы потеряли треть он потерял ну три четверти восполняем потери пять сотен в рабство больше рабов больше рабов каранкар я думаю последний раз берут в осаду конфедерация с нордландом а недавно вы еще воевали с ними клан ферик уничтожили золотой орден кстати говоря приходи уже археон где же ты наш добрый друг трехглазый нам твои глазья бы нам твои бы глазья ракат 4 хода улучшать но генчик пока зализывает раны я надеюсь ничего такого не случится на помощь мы не придем на этом ходу если прям сейчас помчимся вперед давайте тогда снимем тут осаду сейчас заберем этих в рабство идем дальше да за мной за мной мои животные сказал рака улучшаем порядок надо готовиться к приходу архаона армии все равно я буду улучшать постепенно резко так не хочу повышать градус ну и вопрос со святилищем кейна остается открытым тут мы с сестрами увязнем прям очень сильно ох ты а кто-то осаждает кто может маленький только либо повстанцы либо повстанцы либо маленький но сам факт его осаждают это очень интересно сюда можно было бы сейчас проплыть и как захватить все ну ладно темные эльфы нам еще будут приносить свои мечи мы их обязательно еще будем забирать кларк корон сейчас я надеюсь сольется ну у сестриц тоже не самый лучший стек но тем не менее я думаю будет все равно преимущество конфедерация пока не готов маленький еще не созрел но хотя бы с ним мы постараемся чтоб не постигла его судьба его мамки но не то чтоб он свихнулся тут скорее в плане чтоб он присоединился к нам разворачиваем армию разворачиваем флот к сожалению не дотягиваемся supreme думаешь кайф 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 хотя вот этот кайф мы бы без проблем наверное даже разбили но когда они пойдут на что с другой стороны ну вы вот эти вот птахи помешают ладненько идем сюда помогать идем помогать один стек сюда в любом случае нужно подвести ну и давай волков позорных не одну горпич замечательно подтягиваем а это не али тонар он в засаду нас с ним сможет поймать обычная так и по идее поэтому рис не такой большой не такой великий подчинись или сдохми не 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 нас сейчас интересуют другие возможности а ну-ка подожди у вас отношение улучшается с кларкорондом а если это кларкоронд реально осаждают а ну-ка 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 на на тебе лови лови подарочек еще если это ты но вслепую пока дарю пока дарю вслепую тебе подарок от души вслепую называется так что сделают имперцы мне так же интересно имперцы я практически уверен что как из дричи будет придет архаон он местами их будет шатать но на перемирии они не согласятся на перемирии они не будут так что я хочу сказать здесь еще там герои будут проблемы так то стек не сказать что вы слишком сложные у него пехоты маловато такой эффективный стрелки есть но неплохие но минометы еще вот мортиры да если конкретно с ракетницами это большая проблема и у нас гарпий в этой армии но сразимся в любом случае попробуем кавалерию реализовать я бы хотя бы мортиры с ракетницами если кавалерию смог уничтожить это уже спасибо им за это значит не зря здесь просиживают штаны успел четыре вышки даже уже собрать зря с двумя был бы наш шанс была надежда что он сейчас начнет гоношиться все таки увидев ракарта что он не успел нанять собрать построить достаточное количество вышек хотя ладно вас прижимать не будем к углу смысла сейчас большого нет наставим так наставим так один остается арбалетчик внизу один здесь также внизу ворота зато у нас имеются для выхода в свет вас пока оставим для расстрела пока что оставим здесь жестко сейчас будут расстреливать перестрелка будет лютая даже думаю что может быть зря двоих оставляем может стоило бы только одного и вот здесь конечно я особо на победу не надеюсь она слишком призрачная но кстати борис к еще летающий борис ракетница он использует для уничтожения хотя ну-ка подожди ты уйди ты сюда спрячься 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 а рискнуть вывести вас сейчас прям серьезно я бы сказал борисным здоровьем а арбалетчики помогают борис может лечь в первом раунде у него еще остался герой который также будет создавать проблемы но сейчас есть хороший шанс ну-ка давай сначала вас выключим потому что я так подозреваю сейчас наши даже не добежали бы сюда убивай 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 есть шанс что они вернутся и тогда мы ударим хотя бы ракетницу вместе такой совместный побег нет сожалению не сбежали но зато можно сказать опрокинули целиком и полностью бориса попреследуй давайте девчата девчата быстрее 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 девчата девчули как не в себе хотя они глядя на ведь мы так не в себе да в принципе вернулся борис умри борис многих заберет с собой мерзавец ну что попробуем арбалетчиков вывести тогда сейчас прогуляться пусть подышат свежим воздухом а у работа ем не знать страха и упрека шикарно расстреливать здесь ну как шикарно было бы а ну подожди еще эти сражаются наступи меня тоже артиллерии не уничтожили груз печаль моя тоска вы потрошите этих лучников мы в курсе что теряем позиции а по идее одни боевые повозки уничтожены может быть мортиры сейчас в вышке добьют потому что эти арбалетчики продолжают их не увожу удерживать позиции ну неплохо неплохо кавалерии один отряд уничтожен повозка одна точного не то уничтожено три отряда копейщиков судя по всему уничтожены стрелков нет ну и борис раненый но это так себе достижение скорее просто дело принципа да на все так были сомнения насчет одного отряда мы могли зачитать что он еще выжил но он захватывает гарсель он я думал видя что сейчас сюда идет ракард лично попытается разрушить его но нет однако объявляют войну мне гнома да и висел он совсем с бродом с которым мы мирились нам не позволяет уйти жаль конечно нет у вас чести кто бы удивлялся дам выпад расширю первый левел поселение мы так строили готовили взял и испортил так с панцирь и болтомет в принципе вот боевые гидры харибды черные драконы это наша тема теней темных всадников колесниц вопрос там конечно есть о необходимости остального пока что так опа на второй стек развернулся на помощь смотрите пришел на это любопытненько уже но по идее к нему не подойдет подкрепление но мы можем проверить подойдет подходит тиреон здесь здесь подходит значит скорее всего подойдет когда мы нападем на того мерзавца по имени тиреон я могу попробовать засаду использовать использовать засаду здесь уже гарнизон вместе с армией как бы плюс все-таки ковчик не зря я уводил прям вот все-таки здесь нужно было это делать да иначе мы сейчас потеряли данное владение ты не дотягиваешься к сожалению но там может быть еще маленький спугнул как вариант тебя чтобы не поймали вдвоем он может сейчас снять осаду напасть двумя стек ну нас меч вновь принципе этого бояться до 7 не стоит но перестраховаться может перестраховаться я сказал бы даже нужно кстати смертва ведьма да можно восполнение потери увеличить и передать рак арту и тем более рядышком как раз избавиться от последних двух пиратов на двух пиратов уходи сюда возводи ты 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 давай захват пленных увеличим ты нам просто дать подсветку но кстати норские ци очень хорошо сейчас поддавливают похоже тяжело тяжело когда рейкланд слабый всем остальным имперсам противостоять здесь увеличиваем рост по-прежнему вполне возможно все-таки вынужден буду использовать здесь на территории империи еще один стек не сказать чтоб экономика нам сейчас это что позволяет делать в любом случае окажется в минусе но вот дальше фальдорфа желательно чтоб они не прошли а ну-ка может вы хотите перемирия где вот там начнем с гному нет 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 все-таки как-то первая сила местных землях рейкланд по-прежнему отказывается бальтазар забыл нашу доброту уже ну и ты естественно тоже допустим их только уничтожить не хотелось до последнего на вас напали развертывание все-таки спалили мою засаду и два стека нападают на девчоночку ну давай отступи и раз на раз уже будет интересен но здесь она отступила далековато ковчег опять же ускорение нужно турацкой отключить я не вижу передвижение сохраняется теперь но тире он разобьет ее с очень большой долей вероятности на пираты у нас и не такой бой вытягивали может часть что-то вытянут из него в любом случае уничтоженный данный стек никак не помешает нам тут же нанести удар еще одной принцессой главное тиреона как можно сильнее покосать если он уйдет вполне достойно то просто город заберут сейчас же наш даже грубо говоря полтора стека это уже проблема включая тиреона нападает он тут рельеф не самый удачный но если артиллерию и ставить в любом случае главное чтобы деревья перед вот так у тару орудиями не стояли что я бы копейщиков сейчас спрятал ну ладно парочку придется оставить наверно на виду таким вот образом один отряд это ближайшая точка где мы можем спрятать это он сейчас уже прятаться не хочет у тебя был шанс мы там залезли все на одно дерево а ты нас передвинул мы теперь отказываемся прятаться мерзавцы живут как повторить этот трюк с одним деревом вот здесь ладно останетесь тут далековато конечно ну что поделаешь вас разбивать давайте будем на три команды на три команды одна выскочит здесь просто он может конечно еще суда полезть увидев наших одна останется здесь и одна команда давайте останется принципе рядышком с основными силами волков можно подальше увести ну погнали суприм суприм огонь лети 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 ждем вы чё волков спалили отступать отступать сейчас наших пиратов если еще тут спалят а их судя по всему спалят он же здесь сейчас будет резать все уходим этот план не сработал отступать артиллерия убивать ну вот она на кавалерия увы тут кавалерия еще и тигрята нас достали да уж и надежда сейчас ставит все больше и больше на то что мы сможем достойное сопротивление наказать этому мерзкому тириона чего здесь суетитесь так жаль но все действительно сломалось была крошечная надежда но на руку она рассыпалась здесь даже сейчас выводить никого не будет обидно но что сделаешь атаковаться на бомжей атаковаться на интриге так как кстати ты еще сражаешься как бы тут тиреон против тебя лично ну не даст он шарик использовать естественно ускоряемся ускоряем и наносим урон ради урона незначительное говорят поражение но мы даже до полутора стеков не смогли уменьшить популяризацию высших эльфов этом регионе я буду надеяться что он все-таки хотя бы вторую армию не спалит и не пойдет на штурм сейчас ну ничего страшно что он спалит просто в плане если он ее увидит то начнет форсировать события скорее всего и пойдет сейчас же на штурм а мне этого не нужно а он идет на штурм он идет сейчас на штурм и в принципе шансы на победу не особо велики обидно будет с одной стороны потерять сейчас топ хотя к с другой стороны мы его сейчас же вернем и раз мы переключились на этот фланг раз мы решили здесь сейчас задавить высших эльфов и вытеснять их из наших земель то в принципе это небольшая проблема здесь в тылу мы успеем возвести и оборону и сердце захоти все что захотим он даже вышки не успел здесь толком возвести вам два тарана не люблю когда он так делает еще феникс эти не было бы феникса но мы сразимся с тобой мы с тобой сразимся оставляем двоих над воротами ставим двоих оставим здесь копейщиков внизу копейщик ворота в принципе можно будет попытаться гарпиями феникса если что связать чтобы хоть как-то бой ему навязать давайте дилеры моей смерти вперед вы сейчас стреляйте в кого хотите разрешаю здесь полномасштабный штурм стены сейчас будет искупайте его крови так это чё у нас против 1 давай вот сюда против 1 стека был шанс работа ем работа ем Вышки, конечно, потеряли быстро. Но один отряд там... Я не справился. Даже второй бы заведи отряд. Это было бы мало. Было бы недостаточно. Чтобы справиться с героями. Так, Орел, я смотрю, еще шевелится здесь. Дайте залп. Дайте шуму. Давайте сюда. Здесь точно уже никуда не полезет. Перебираемся. Убить мага для начала. Хотя, ну-ка, переключитесь сюда. И ты отправляйся помогать. Несем им удовольствие. Красавцы. Перетянем. Перетянем. Ты попреследуй его. Сейчас падет очень много темных альфов. Айтири он лично ворвался, да? Молодцы. Молодцы. Вас можно развернуть внутрь. В принципе, там, за пределами ворот расстреливать никого не нужно. А здесь вон львята готовы умирать. Зацепите. Ваши потери должны будут очень колоссальны быть. Просто очень должны быть колоссальны. Ее убивать, наверное, не стоит. Можно Тириона покоцать сейчас последней способностью. Дополнительно. Хотя его убьют. Учитывая, что арбалетчики по нему еще работают. Не, не убьет. Бежит. Бежит. В итоге Тирион трусливо сейчас сбежит. А вы не успеете даже посражаться. Ну, хотя вот чуть-чуть вот. Может, кавалерию добьете. Уничтожить их полностью. Здесь важно уничтожать отряды. Они не успеют. Уже и того добежать. Не успеют. И здесь. Но армия практически останова уничтожена. Мы бы выиграли вообще не вопрос. Один стэк здесь не проблема. Здесь Тирион ломал баланс. Заставлял первый стэк сражаться намного дольше. Это во-первых. То есть он даже пассивно, находясь на поле боя, уже уменьшал наши шансы на победу. Ну, а второй момент, конечно, все равно. Его бойцы додавить. Здесь как раз таки мы могли. Но Тириона, по-моему, наша шакарочка еще не побеждала. Поэтому, ну, долгожданная встреча. Это должно было случиться. Когда-нибудь это должно было бы случиться вновь. Сорвано за садом. Ну, то есть... Ну, сама виновата. План был, в принципе, неплохой. Но планы не всегда будут осуществляться, как бы нам оттого хотелось. С гномами повоевать. Опять же, стрелки творят чудеса. У гномов стрелков нет. Сказать, что мы выиграем, я бы не зарекался. Но пободаться можно. Вопрос, насколько долго наши бомжики продержатся против долгобородок. Ну, и не самые слабые все-таки пехоты. Даже если смотреть не только в рамках гномов, но и в целом. В мире Вархаммер. Ну, вот такая вот на сегодня, можно сказать, грустная серия. Ну, все поправимо. Зато интриги стало больше. До следующей серии. С вами был Вера. Всем добра. Пока-пока.